Любая клетка покрыта плазматической мембраной. Ее функции разнообразны, но основная защитная. Благодаря различным выростам, складкам на поверхности мембраны, клетки прочно соединяются между собой. Мембрана пронизана специальными отверстиями-порами, через которые содержимое одной клетки соединяется с содержимым клеток соседок. Осуществляется обмен веществ. У растений плазматическая мембрана на внешней стороне имеет плотную оболочку, состоящую из целлюлозы. Оболочка выполняет защитную и опорную функции. Она служит каркасом клетки и придает ей определенную форму и размеры. Она бесцветна, прозрачна, легко пропускает свет внутрь клетки. Цитоплазма – вязкое, тягучее, бесцветное, прозрачное, мелкозернистое вещество. Имеет особый химический состав. В цитоплазме протекают биохимические процессы клетки. Цитоплазма постоянно движется, перемещается по всему объему клетки. Важнейший и самый крупный органоид клетки – ядро с ядрышком. В ядре хранится наследственная информация о данной клетке и об организме в целом. Информация записана в молекулах нуклеиновой кислоты, которая входит в состав хромосом. Ядро является главным центром жизнедеятельности клетки. Цитоплазма пронизана сетью многочисленных мелких канальцев и полостей. Они составляют от 30 до 50% всего объема клетки. Это эндоплазматическая сеть. Она связывает все части клетки с плазматической мембраной, участвует в образовании и транспортировке органических веществ. Рибосомы служат местом сборки сложных молекул белков. Аппарат Гольджи представляет собой сложную систему трубочек и пузырьков. В них накапливаются, а затем поступают в цитоплазму белки, жиры, углеводы. Метахондрии синтезируют и накапливают энергию, необходимую для процессов жизнедеятельности. В цитоплазме растительной клетки находятся многочисленные мелкие тельца пластиды. Различают несколько видов пластид. В бесцветных накапливаются запасные питательные вещества, например, в клубнях картофеля. Зеленые пластиды, хлоропласты, содержат пигмент хлорофилл, придающий растениям зеленый цвет. Хлорофилл играет важную роль в образовании органических веществ в процессе фотосинтеза. Почти во всех клетках, особенно старых, хорошо заметны полости вакуоли, от латинского слова вакуус, пустой. Они заполнены клеточным соком водой с растворенными в ней сахарами и другими органическими и неорганическими веществами. В клеточном соке могут содержаться красящие вещества, придающие синюю, фиолетовую, малиновую окраску лепесткам и другим частям растений. Продолжение следует...